Я являюсь финансовым и экономическим советником разных компаний. Мы сейчас говорим только о финансовых и экономических каких-то вещах, но в то же время они связаны с теми вещами, которые приходят именно сейчас. Коронавирус кейс – 4273 смертей в мире, 4 миллиона, простите, 273. Вот такие кривые, и это идет, видите, линейная, правильно здесь написано, график линейный. Вот это логарифмический график, но все равно идет очень серьезно вверх, никуда она не понижается, видите. Давайте мы посмотрим, что происходит здесь, я сейчас попытаюсь объяснить. Значит, смотрите, уверенно на первом месте лидирует по всем в кавычках позициях, лидирует Соединенные Штаты, миллион 385, 81 тысяча новых кейсов, вот столько. Но меня волнует другая ситуация. Вот здесь количество новых кейсов, вот здесь количество новых кейсов, новых случаев, правильно? По миру, видите, да, по миру. Вот, все страны мира. Ну, я вам могу сказать о том, что... Сейчас я поставлю еще одну картинку, вот, чтобы было понятно, чтобы было видно, и потом мы будем анализировать какие-то вещи. Вот, смотрите, картиночка. Россия 6%, Соединенные Штаты 38%, было 33%, значит, 38%. Это общее количество, я не знаю, когда это, на какое это число, потому что они что-то перестали публиковать. Вот, вот, на этом сайте была публикация, собственно говоря, каждого дня. Но я хочу сказать, что я вчера показывал. Вчера показывал эту табличку в другой программе. Россия составляет 0,8%, но это количество смертей, слава богу. А количество случаев, видите, я не знаю, на какой период времени это, но вчера было 3%. Вчера было 3%. Вот, то есть, впереди только Испания. Ну, а дальше идут Соединенные Штаты. Так вот, если мы сейчас посмотрим здесь, то здесь написано плюс 10 тысяч. Это сегодня. Вчера была вот какая картинка. Плюс 11 тысяч. Впереди была Испания и United Kingdom. Это Великобритания. Сейчас 11 тысяч 600. Это было на вчерашний день. Добавилось количество случаев. И добавились случаев нау плюс 10. Соединенные Штаты плюс 16. 10 тысяч 800. Ещё раз, официальная статистика. Мы сейчас не говорим о том, что это так или не так. Мы сейчас говорим о том, что происходит вот сейчас в наше время. Давайте я остановлю экранчик, друзья. Ну, и мы попробуем проанализировать ситуацию с другой стороны. И это будет достаточно непросто. Я сейчас объясню, почему. Непросто воспринимать информацию. Я хочу сразу начать. Как психолог с большим стажем, я могу сказать о том, что информация есть исходящая и есть входящая. Я неоднократно повторял, на этом канале нет. На этом канале присутствует немного людей. Обычно в это время присутствует где-то порядка 100 человек. Сейчас пока я вижу 12 всего. Но не всех, наверное, интересует эта ситуация, хотя она очень и очень тесно связана. Мы сейчас об этом поговорим. Связана с тем, о чем идет речь и главная цель этого финансово-экономической ситуации. Ну, и, наверное, это всех волнует, поскольку очень и очень серьезная мотивация. Вот здесь идет у нас, здесь у меня на телефоне огромное количество, ну, не на телефоне, на компьютерах, огромное количество вопросов по поводу учебы и так далее, и так далее. Ну, и вот почему начал с этого? Ну, первое и главное вопрос заключается в том, что создалась каким-то образом специальная ситуация, особая, специфическая, не специальная, специфическая ситуация, не то, что ее кто-то специально создал. Можно сказать и так, но она для чего-то создана, и на главном канале я это говорил уже много раз. Но почему я показал Соединенные Штаты и Россию? Я жил в то время в Советском Союзе, когда то, что называлось «холодная война», она закончилась в какой-то период времени, ну, в основном, когда Советский Союз развалился. А не с кем было бороться вроде бы, да? С другой стороны, а почему надо всегда бороться? Но вот так человек создан, постоянно идет соперничество. Это берет начало еще очень и очень далеко. Это берет начало еще вот, когда там эти асуры, это на главном канале я рассказывал, с демонами сражались. Там вот то, что в фильме есть эти войны, да? Эти космические войны. Ну, примерно, да, примерно. Но задолго до этого. Это не тысячи лет, это значительно ранее было этого. То есть постоянно идет соперничество. И во времена Советского Союза тоже была «холодная война». И я помню, когда все слушали эти спидолы, был такой приемник, и все слушали эти спидолы, и вражеское, как называли это, радио, которое вещало. Что самое интересное, почему она была вражеская? А потому что она вещала то, чему не надо было вещать для отдельно взятой, так сказать, страны. Сегодня происходит... То есть я помню это. Но я тогда жил там, правильно, в Советском Союзе. Сегодня я живу здесь, но я помню то, что было там. Есть две вещи, которые можно сравнивать. Вот для меня не надо пространства, лично для меня, не надо пространства вариантов для того, чтобы разбирать разные варианты. Когда не знаешь второго варианта, как говорил Жванецкий, пока не видел другой машины, наш Запорожец, вот такая машина. Понимаешь? Вот. Поэтому как мы это знали? Да никак. Да и сегодня кто знает об этом? Это те только, кто живут здесь. Но если они живут здесь и имеют способность к анализу, анализу, да, а это разум, в принципе, это наша составляющая, как вчера была передача, вот примерно, вот тогда человек может каким-то образом анализировать. Иначе он начинает анализировать совершенно однобоко. Он анализирует только, с чего он слышит. Сейчас мы об этом поговорим. Это примеры. Вы, друзья, не ориентируйтесь, что здесь будет только-только вот конкретно. Не все так просто. Вот купил там, продал там, инвестировал туда, получил профит там. Почему не получил? Вопросы. Почему не получил? Почему кто-то получает, другой не получает? Это же вопросы. Вот здесь сидят. Как человек мыслит, как он думает и так далее. Поэтому нюансы какие? Я позавчера беседую, или вчера, я не помню, беседую с моим приятелем, с которым мы, кстати, вели передачу, Сергея Серебрякова, который был у меня в гостях два года подряд, я его приглашал в Чикаго. И вот он говорит, ваш Трамп, наш Трамп, я вот почему-то не говорю, ваш Путин, к примеру, ваш Трамп, ну он не наш, вообще-то говоря, он ничейный, он свой, для себя самого. Ваш Трамп делает такие, 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 такие. И вот, понимаете как, однобоко идет, это все называется пропаганда, пропагенда, то же самое. Вот, ну, я же жил, я же знаю, я же могу сравнить, более того, я и сейчас знаю, что происходит, но просто я уже на другой стадии, который может, человек, который может делать анализ. И вот, для меня лично, это не случайно, ненависть практически всего мира сегодня, да, начиная с мусульманского, разумеется, так, мира, 9-11, 9-11 сентября, это что? Это была первая ласточка, допустим, да, разрушить вот этот вот, две эти башни, World Trading Center, да, символ, благосостояния Америки, будем так считать, а надо разрушить его, ну, и вот каким-то образом это все было сделано, для чего? И кем? Вы думаете, это мы кто воспринимаем, мусульмане сделали, вот эти вот, которые, ничего подобного, поверьте, есть правительство, теневое правительство, о котором никто не знает, можно назвать как угодно, можно назвать бельдеберская группа, римские там, эти комитеты, это вот эти вот демонические, так сказать, сборище демонов, но не то, что эти, которые вот такие вот, да, с рогами, нет, они служат определенной целью, я не хочу вдаваться в детали, скажем, там я могу два часа рассказывать на том канале, там как бы это понимают, там люди привыкли, здесь я вижу людей, какие-то есть, которые, слушатели главного канала, не да, но дело в том, что мы находимся в эпоху Кали-юги, Кали-юга это, Кали это богиня или бог, который пришел сюда на землю для того, чтобы завершить процесс, это его, собственно, миссия такая, поэтому процесс должен быть закончен, завершен, завершен известно чем, разрушением, разрушением, мы умрем все, правильно, и это тело, оно умрет, так или иначе, рано или поздно, оно умрет, разрушится, вот эта вот матрица, в которой мы находимся, вся наша, и будет создаваться новое, новый цикл творения и так далее, и так далее, новая жизнь начинается, это же, по-моему, понятно уже, многим понятно, да, поэтому вот такая ситуация создалась, поэтому тут ничего такого нету, вопрос, как мы это будем воспринимать, вот самое главное, воспринимаем мы очень и очень болезненно, мы воспринимаем ситуацию болезненно, и вовлекаемся в очень неплохое определение, хорошее определение, сделал Вадим Зеланд, который назвал это деструктивными маятниками, маятники бывают деструктивные, маятники бывают позитивные, вот, давайте мы все будем хорошими, все мы хорошими, мы все светлые, пушистые, все классные, да, такие, да, но у нас есть две вещи, у нас есть темная и светлая стороны, в каждом из нас, поэтому это предрасположенность и принадлежность нашей структуры, материальной структуры, вот, я не буду говорить про духовную, но мы же понимаем, что существует духовность, там нет светлой, темной стороны, там нет тела вообще, там есть любовь, Всевышнему, кто хочет, тот, так сказать, это поймет, понимаете, и вот сейчас идет противостояние, противостояние идет двух, тех самых супердержав, которые были, правда, одна из них уже далеко не супердержава, вторая еще остается, еще остается, но ее надо разрушить, понимаете, но не может быть такое, природа так нас создала, должна быть темная, черная и светлая сторона, инь-янь, да, вот этот вот значок у нас есть, почему он состоит из двух частей, почему он не беленький, почему там черные, это же не просто там игра света и тени, да, это же действительно так оно и есть, поэтому в переводе на наш, допустим, у нас есть мужская энергия, это янская энергия, есть женская, это иньская энергия, и так далее, вот, серьезные вещи, они как бы внешне не связаны, еще раз повторяю, с финансовой экономической ситуацией, но что есть, то есть, понимаете, поэтому, когда волна ненависти направлена на одну, одного человека, я рассказывал, приводил пример, я ходил на стадион, и там, ну, футболисты, все знали, все болельщики знали этих футболистов, их жизни, как на виду, как на ладони у всех, один там киряет, значит, он промахнулся, так ему кричат, ты с похмелья, там, другое, там еще что-то, и волна ненависти направлена на этого человека, вы думаете, он ее не получает, он ее получает, но она же исходит от нас, она к нам вернется рано или поздно, не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра, не послезавтра, в другой жизни вернется, сегодня ситуация такова, что мы получаем обратно сразу, к чему я это говорю, и к чему вот эти случаи, мы же сейчас говорим о том, что происходит в мире, и вот создалась, и сейчас не будем говорить, почему, кто ее создал, создал ли ее кто-то вообще, или она сама по себе, вот из воздуха выскочила, вот этот коронавирус, причин много, здесь можно все что угодно говорить, но, а для чего, самое главное, нам надо быть, совершенно непривязанными к этой ситуации, как люди, как человеки, мы болеем за это, без сомнения, мы переживаем, мы же не роботы, верно, поэтому нам очень больно, когда вокруг нас идут страдания, особенно, если это наши страдания, нам больно еще, как нам больно, и тогда нам не до того, чтобы давать советы, да, мы сами теперь ищем советы, но слава Богу, мы еще не попали в ту ситуацию, когда нам самим надо бегать и просить советов, а так мы гораздо давать советы, смотрите, интересная вещь, я приведу пример свой, в программе, вчера в программе, мне задают вопрос, а ваши дети получили образование, я отвечаю честно, ну, те, кто меня знает, они знают, для чего я отвечаю, я навлек на себя достаточно серьезную угрозу со стороны, которая слышит только то, что хотят слышать, поэтому там какие-то есть дизлайки, мне это все равно, я на это не реагирую, но одно было письмо человека, которое было очень неприятно, но я себя как бы уже к этому приучил, неприятно читать, оно было, значит, что пишет человек, который слышит историю того, что мой младший сын был в армии, значит, вы понимаете, я вот, я служил в советской армии, да, я знаю, как это было, я знаю, я прошел через все это, я когда призвался, у меня было, можете себе представить, 90% людей, зэков их называли, вот, зэки, 90%, причем из них 80% из этих 90%, это не просто они попали, где-то там воровство, нет, это были серьезные преступления, вообще-то говоря, вот, и их призвали, и я призвался, ну, так получилось, по зрению не строевой, вот не не строевой, туда же призывали, в стройбаб, да, туда призывали, все швали тех, кто, так сказать, действительно, так сказать, ну, хотя все, в принципе, было то же самое, но дело не в этом, я просто в курсе дела, как это все происходило, так вот, те люди, которых призывают в армию, единственная страна, где нету всеобщей, было в свое время, где нету, точнее, не единственная страна, вообще в мире нет такого всеобщей воинской повинности, как было в Советском Союзе, почему? у меня возникает вопрос, риторический вопрос, почему? Почему всеобщее образование, почему надо всех туда, вот как-то вести, конкретно всех, да, у меня возникал все время такой вопрос, риторический, да, ну, я могу ответить на него, но не буду, разумеется, каждый сам это может понимать и знать, но вот вернувшись в той ситуацию, что знает молодой человек, которому 20 лет, там было сказано в этом комментарии о том, что вот и семья, которая учит жить, вот семейка, где папа гордится тем, что сын пошел в армию, и воевал, командовал, убивал людей, полный нонсенс, полный нонсенс, это что, у человека в голове война, она только одни убийства, для чего война? Мы сейчас об этом поговорим, и он гордится, то есть я горжусь, Боже упаси, я никогда не гордился, я не собираюсь гордиться, вы не представляете, сколько потребовалось, потребовало у меня сил, для того, чтобы попытаться отговорить его, бесполезно, бесполезно, дети воспитываются сегодня не родителем, тем более родители, и я в том числе, я еще тогда этого не знал, разумеется, то, что я знаю сейчас, я тогда не был в Индии, я не занимался духовностью, ничем не занимался, занимался, как и все мы занимаемся чем-то, как положено заниматься, вот. Что я сделал в конечном итоге? В конечном итоге я остановил попытки отговорить, но я сказал, ты хочешь подвергнуть опасности себя, ты хочешь быть убитым на войне, которую не ты начинал, и войны там, собственно, никакой-то не было, это не было, это нам говорят о том, что там была война, никакой войны, вы думаете, была война в Ираке, не было никакой войны в Ираке, вообще не было, было недовольство правящим режимом, которых притесняли, как вы это знаете, наверное, в Ираке, да, и в других странах, вы что были, жили в Ираке, вы знаете, были на стороне вот этих мирного населения, вы были во времена Пиночета, допустим, Хунта, да, вы были там кто-нибудь, но зато мы все читаем прессу, и в известиях нету правды, а в правдах нету известия, как было в том анекдоте, понимаете, это односторонний взгляд, это называется пропаганда, и мы зомбируемые этой пропагандой, так вот, я себе дал картину, картинку, да, о том, что, ну, каждый человек, если я буду привязанным к этому, будет плохо мне, если мы привязаны к какому-то событию, к какому-то человеку, то, что происходит, мы себя разрушаем, если это негативные события, война в частности, да, вот, и я себе поставил картинку о том, что все будет благополучно, пройдут 4 года, 4 года там, и 4 года в резерве, то, что он захотел рассказать, это огромная психологическая драма, которая и по сей день не заканчивается, по сей день не заканчивается, что делает Соединенные Штаты, да, на которые направлен весь мир, дело в том, что Соединенные Штаты были организованы как островок или страна, где стоит свобода, вот символ Статуя Свобода, да, то есть в идеале, человек должен быть свободным в идеале, если его гнетут, если ему, так сказать, как часто это происходит, здесь есть свобода, действительно, она есть, любая, закон только нарушать нельзя, а свобода, пожалуйста, вы можете 24 часа работать и каждый час получать свою определенную часовую зарплату, вот сколько хотите, столько и будете, на любом, где угодно, никто не умрет с голоду, только надо желание прийти и что-то уметь делать, если не головой, то руками, если не руками, то головой, на мой взгляд, не очень хорошо, хотя я тоже не знаю, кухня, это идея правильная, значит, есть кто-то, который может брать на себя ответственность за нарушение свободы, и вот все, что там, там нету войны, там просто есть определенные силы, да, а как по-другому можно бороться с этим, с хунтой, да, сила против силы, по-другому ты еще будешь увещевать, и все закончится на этом, люди же деградировались, мы живем все в Кали-Юге, поэтому куда они пойдут, они будут делать все равно это, тогда кто-то посильнее есть, они препятствуют этому, они никого, будем так считать, вот в это время, не убивают, да, а теперь перейдем, допустим, могут сказать, вот была война во Вьетнаме, где сжигали там напалмом, там и так далее, было, но смотрите, какая ситуация, очень и очень тяжелая, сейчас я расскажу, вещь, которую можно не принять, но она, она есть, если мы проследим 17-й год, начиная с 1917-й год, так, 45-й год и 1968-й год, конкретные разрывы по времени, количество лет, они похожи, да, 20 с лишним лет, кто идут на войну, но 10-летние не идут на войну, верно, 25-летние, наверное, примерно идут, да, идут на войну, так вот, в 17-м году дайте власть рабочим и крестьянам, ленинский лозунг, власть рабочим и крестьянам в жизни давать нельзя было, это полное нарушение всех законов, существует, ну, сегодня это называется касты, но существуют слои, которыми каждый должен заниматься, то есть рабочие крестьяны, это шудры, это просто люди, это не обидные, это просто люди, которые занимаются определенными вещами, определенной работой, они работают и за эту работу, ну, сапожник должен делать сапоги, да, вот, каменщик, он должен класть в кладку, он же не должен идти, скажем, быть академиком, да, если его, так сказать, устраивает, если он по природе своей такой, ну, есть же люди по природе своей, да, которые делают, вот, есть люди, которые развлекают публику, правильно, вот, они выходят на сцену, они там что-то исполняют, какие-то произведения, они развлекают публику, всех лопают в ладоши и платят им деньги, да, билеты, которые покупаются, правильно, ну, и так далее, то есть у них, вот, своя ниша, а кто-то ученые, они мыслители, видите, они знают больше, они объясняют явления какие-то, мы все это дело слушаем, нам это все очень-очень интересно, так вот, те люди, которые стали, получили власть, их нарядили в гимнастерки, они все ходят в униформе, это называется, да, в униформе, да, им дали в руки, самое страшное, им дали в руки власть, на которую они никогда не претендовали, не могли претендовать, искусственно им дали эту власть, им дали оружие, и как они использовали это оружие, и вот прошло время, то есть они точно так же, они сжигали, извините, они насиловали, извините, и убивали, извините, да, нет, почитайте, да, и вот что произошло, карма, они родились в следующей жизни, и что, и они теперь-то не родились, они же этого не помнят, они же этого не знают, и родились они мирным населением, война началась, война, это великая честь и слава народу советскому, который отстоял это, и показал всему миру, кто есть тот демон, который начал эту войну, это другая история, но ведь, это же история народов войны, в которой погибло огромное количество людей, и вы думаете, это случайно, вы думаете, те плохие, и эти хорошие, а если мы возьмем карму, там нет плохих и хороших, есть действия, есть противодействие, следствие этого действия, война во Вьетнаме, та же самая история, а кто не сказал о том, что эти гитлеровцы, которые фашисты, которые уничтожали, ну не будем брать о том, что они выполняли там приказы, это не снимает ответственность, тем не менее, вот, но они могли бы родиться за свои преступления, так это и, собственно, и происходит, на другой территории, другим цветом кожи, которых потом сжигали напалмом, что дальше произойдет, ну тогда посчитаем, добавим еще определенное количество лет, и посмотрим, допустим, события, где погибло огромное количество людей, вы думаете, это не работает? Только так, это именно объясняет, что происходит сегодня, возвращаясь в наше время, в наше время направлена волна против свободы, потому что, если взять просто, чисто логически, и просто то, что происходит здесь, я не сказал, что здесь все очень классно, допустим, я в любой момент морально созрел для того, чтобы уехать из этой великой страны, где есть все, свобода, и все, и все абсолютно то же самое, я лично готов, почему? Ну я стал на другую позицию, я стал видеть это совсем по-другому, вот мне вот это вот неинтересно, здесь страна, планета, бизнес, это мне не подходит, так вот, эти дети, которые идут на войну, и которые очень серьезно пострадали, я знаю, не только психологические, физические травмы были серьезные, и там написано, они заработали, сын заработал на крови, но я же знаю, что он, знаете, что они делали? Его отряд, никого, ни в кого, ни в боже упаси, не стреляли, они разминировали, которые те местные заложили вот эти бомбы, вот, разминировали, разминировали, и, ну, где-то я видел, да, где-то я видел о том, где взрывы были, да, подрывались солдаты, вот все, что они делали, они стояли на страже того, что если начнется конфликт, то тогда, да, они вмешаются, вот и все, вот и все то, что выполнялось, но это было такие жесткие условия подготовки, что, ого-го, как, что слышит человек, была война, и он слышит только то, что он хочет слышать, он пошел зарабатывать себе, ну, это она, женщина, зарабатывать себе деньги на образование, он не заканчивал образование, он не закончил этот университет, во-первых, денег не было, во-вторых, его просто взяли на работу, потому что в голове оказалось что-то есть, вот, поэтому не все так просто, я бы, заканчивая, завершая вот этот вот фрагментик, длинный, хотел бы сказать так, если мы хотим понимать, кто мы есть, если что нам делать во всем этом деле, то нам надо прекратить негатив и даже думать негативно, иначе будет нам плохо, в первую очередь, нам будет плохо, нам будет плохо нашим близким, это все правильно, но это ничего не объясняет, я же хочу практически это все показать, я же не просто рассказываю, я же практически показываю это все, у нас есть учеба, правильно, у нас есть университет, а вы же поговорите с людьми, которые на практике прошли, ну, как мы можем теоретически рассуждать о том, чего мы не знаем, откуда произошел человек, от обезьяны, от таракана или от Бога, ну, ну, как хотите, так и думайте, как хотите, в это верьте или не верьте, это вопрос очень сложный, мы будем об этом говорить, но самое главное, не судите, друзья, не судите, да не судим и будете, не надо судить, очень тяжело это сделать, не судить, у нас есть своя точка зрения, но наша точка зрения, какая бы она ни была великая для всех, кто бы на какой стадии не стал, на какую ступеньку он не стал, он всегда остается пока еще человеком, если бы он был не человеком, а высшим существом, его бы в чате не было бы, просто-напросто, понимаете, поэтому и я точно такой же, как и все, ну, где-то я побывал, где-то я получил возможность видеть это с другого, вот я рассказываю, очень трудно понять, как это, ну, можно мне только поверить или не поверить, я же почему рассказываю об этом, и о своих детях, допустим, я рассказываю, что меня знают, правильно, и уже, наверное, те, которые меня знают, это просто новый человек, который меня не знает, но знают совсем с другой точки зрения, я понял, что такое карма, боже упаси, я не хочу вредить, зачем мне вредить себе, а я, если я часть общего, правильно, я частичка, как это сказано, мы же все капельки в океане, верно, то есть мы часть общего, и мы такая же капелька, как и другая, так зачем же мне вредить самому себе, тем самым давая вероятность того, что я кому-то еще могу вредить, поэтому я говорю, как оно есть, я-то не лукавлю, но слова можно воспринимать по-другому, если мы воспринимаем это не так, как оно есть, так мы себе вредим, вот поэтому я только за это несь, поэтому это поговорка, не судите библейская мудрость, не судите, да не судим и будете, почему Россия, еще раз, Соединенными Штатами понятно, и, к сожалению, будет происходить действительно очень серьезные вещи, но, как всегда, это было много-много-много раз в истории, отголоски придут очень далеко, у них в Японии, она же очень далеко, это Япония, я там бывал когда-то, вот, очень далеко, у них там грохнет, так это далеко, боже упаси, вы ошибаетесь, дорогие друзья, мы все находимся на одной планете, ничего подобного, это недалеко, это очень близко, отголоски придут к нам только так, и мы это ощутим, но не все, разумеется, в первую очередь, те, которые негативны, они будут страдать, поэтому в землетрясениях, ведь не все поголовно, скажем, кто-то же остается жив, верно, а если мы проанализируем, если мы проанализируем, вы себе не представляете, насколько это может быть глубоко, хотите, я вам почитаю, просто для интереса, сегодня я получил, вот, сегодня я получил, а какова судьба моего, не видно, убиенного сына, родился тогда-то, умер тогда-то, вот, я адресовал одному из наших экспертов вопрос, ответ, дети очень много взяли от матери, ее полное влияние в детстве, полное влияние в детстве, а значит и программа, комплексы зависимости, жизненная позиция, к сожалению, потому что слаб, нет внутренней силы, она делает мужчин неприспособленными выживать в социуме, ложная стабильность, поэтому следующая инкарнация будет учиться искоренять в себе зависимость, это влияние внешних обстоятельств, будет резко меняться ситуация в жизни, ему придется на них реагировать, это и речь идет о сынке, о которой у них видно, убиенный, учиться искать нужный выход, выбор, принимать правильное решение, удалив, но потеря денег и в положении через женщину, переезд или эмиграция в возрасте 28-33 года, неосознанность, но отличная интуиция, творческие способности, много фобий, внутренних страхов, это идет о человеке, который задал вопрос, будет искать свой путь самостоятельно, поддержка извне исключена, своих целей добьется, интуиция развита, потому что ошибка в голове, в темяшет в голову, и типа так надо, так правильно, вот нам темяшили, так надо, так правильно, таланты, что заложены, не раскрываются, учитесь отпускать, это не ваши родственники, каждому свое, люди развиваются самостоятельно, иногда лучше ничего не знать, в программе линий его матери заложено зло, она с одной стороны обеспечивает стабильность и прочее присущая женщина, а с другой делает зависимым от себя, особенно мужчин, денег, положение, власть и тщеславие, того, что завязано на дьяволе, программа женщины этого рода очень проблемы, но во всем виноваты мы сами, это верно, сказать можно многое, нужно ли, каждый сам должен решать свои вопросы, а если нам действительно нужна помощь или подсказка, нам ее дадут, ушедшие в том числе, мы все рождаемся в тех местах, где нам положено родиться, так, хорошо, хоть еще не в Африке, хорошо, хоть мы еще белые, белого цвета, потому что черные, это очень негативная карма, люди, люди, которые родились в Сибири, тоже имеют свою карму, почему, потому что там, как мы знаем, ссылали людей, как мы знаем, там расстреливали людей, есть свои причины, почему там люди раздаются, так, сейчас будет меняться все, но наше понимание того, кто и что мы есть, и чем нам надо заниматься, это главное, тогда мы очень быстро приспособимся к новым условиям, к нашему финансовому положению, количество людей, потерявших работу в Соединенных Штатах, зашкаливая, то есть по всем показателям мы сегодня, такого в истории не было, в Соединенных Штатах в частности, почему Соединенные Штаты, а потому что Соединенные Штаты сегодня показатели всего мира, и в Соединенных Штатах сегодня, ну вот такая ситуация, что весь мир смотрит, давно уже смотрит, пока это еще великая супердержава, пока еще, все изменится, действительно изменится, не может быть в одностороннем порядке, одна супердержава разрушена была уже, ее нету, Россия хоть и великая страна, но пока далеко она не является супердержавой, что бы ни было, кто бы ни говорил, показатели это рубль, который идет категорически не туда, куда ему надо было бы идти, когда-то был золотой рубль, сегодня нету, по поводу золота, уже подходим к финансовому, ну как сказать, даю рекомендацию, но не каждый этим сможет воспользоваться, очень серьезная рекомендация, инвестирование, золото и серебро, два, один драгоценный, один полудрагоценный металл, если мы посмотрим корреляцию, то золото и серебро всегда было, ну примерно один двум, один к трем соотношение, значит, как оно может быть один двум, один трем, когда серебро стоит 15 долларов за одну унцию, так, а золото стоит 1700, ну чуть меньше сейчас, чуть больше, точнее, 1700 и 15, сколько? 100 раз, правильно? Да? 120, 130 было больше, оно стоило 12, а там почти 2000, это дикий дисбаланс, дикий дисбаланс, золото сегодня не то золото, я обещал рассказать, но я, это технические, это не технические, точнее, это экономические такие вещи, которые непонятны будут, или даже трейдерские вещи, стак-маркет или биржа, это единственное место в мире, где можно продать, то есть, что происходит на бирже, на бирже покупается и продается, своего рода базар, понимаете, базар, вот, на базаре все покупается, все продается, верно? Но, есть такая вещь, которая называется кредит, вот сегодня у нас в мире господствует вот кредит, то есть, Америка вся стоит на кредитах, да? В Америке можно было, сейчас, конечно, нет, но сейчас не так, но можно было приехать, если ты имеешь хорошую кредитную историю, ты приезжаешь на дилерскую, где продаются машины, да? и на дилерскую, если ты уезжаешь на Лексусе, который стоит 80 тысяч, примерно, долларов, не положишь ни одного цента, вообще, вот ты приехал туда, на Запорожце, к примеру, да? И уехал на Лексусе, крутом, да? За 80 тысяч, ничего не заплатив за это, удивительно, правда? Ты хочешь купить дом, ты покупаешь дом, но ты платишь, правда, за вот то, что там люди, вовлечены в этот, там, адвокаты там есть, там есть продающие, но ты покупаешь дом, вообще можешь купить без денег, да? Дом, который стоит 200 тысяч, 300 тысяч долларов, не 80, ничего не положишь, но тебе надо потом платить за это. Дом, если ты не будешь платить, тебя из дома выселят, рано или поздно заберут, наложат тебя, тебя не посадят, вообще-то говоря, никто, но такой вариант вполне, вполне элементарно, элементарно, может быть, понимаете? Поэтому, что вам сказать? Есть моменты, и очень действительно серьезные, которые, которые мы можем элементарно, скажем, сейчас, извините, я тут одновременно произвожу транзакции, то бишь трейдинг, то что называется одновременно, а потом я это показываю на другом компьютере. Ну вот, и по золоту кто-то покупает, кто-то продает, но место, единственное на бирже, это то, что можно продать то, чего нету, то есть ты в кредит как бы берешь, да, вещь, которую ты хочешь продать у брокера, продаешь ее, и у тебя что есть? У тебя есть деньги? Ну, где-то там, тебе не дают деньги, они где-то хранятся у брокера, да, но ты продал, но тебе же надо вернуть то, что ты взял у брокера, ты же у него одолжил что-то, продал это, деньги держит брокер, пока ты ему не отдашь то, что ты у него одолжил. Цена падает вниз, ты покупаешь, да, у брокера деньги у тебя же есть, лежат, он покупает, забирает свое, то, что ты у него одолжил, а разница в стоимости твое. Вот это называется играть на понижение или то, что называется short, short, по-английски. Sell, short, sell это продать, а short это то, чего у тебя нету, и тебе надо потом восстановить то, чего у тебя нету, buy, да, надо купить, то есть все то же самое, но у нас психология такова, купил дешевле, продал дороже, ну, разумеется, получил профит. У нас вот такая система психология. Очень сложно продать, скажем, то, чего у тебя нету, чисто вот психологически, но это вариант, где сегодня, когда все будет лететь вниз, и сегодня все летит вниз, и нефть, и золото, и компания, и компания будет вылетать из бизнеса, малый бизнес будет вылетать, без сомнения, и очень и очень многие вещи будут происходить, то, чего никогда вообще в истории не было, вот, поэтому это вариант, еще раз я говорю только тем, кто понимает, о чем идет речь, и те, кто могли бы поменять, вот смотрите, чисто логически рассуждаю, все ведь очень и очень просто, сегодня люди теряют работу, верно, сегодня все сидят дома, верно, откуда возьмется продукция, которая, если никто не работает, если заводы не работают, да, откуда она возьмется, да, поэтому Gross Domestic Product, GDP, это называется, это экономический показатель такой, GDP, Gross Domestic Product, что такое Gross? Gross это большой, domestic это внутренний рынок, то есть товары, которые произведены в стране, да, у себя дома, domestic, наш домашний продукт, вот, неважно какие, станки там и так далее, или это там, не знаю, фрукты выращенные, я уже приводил пример о том, что это неизбежно, но если это будет продолжаться, откуда же возьмется, расскажите, в магазинах, то, что мы обычно покупаем, но оно же берется, значит, кто-то это где-то как-то это делает, или это запасы, которые были ранее, или тогда надо повышать стоимость, ведь этого нету, значит, те, кто имеет деньги, они покупают это первыми, соответственно, цена, спрос есть, спрос есть, правильно, спрос превышает предложение, что происходит, цена растет, таким образом растут акции, допустим, какие-то ценные бумаги, которые мы можем покупать, можем продавать, и вот тогда, в таком случае, видите, я, вот я сижу, да, вот у меня здесь не видно, у меня три монитора, вот здесь вот стоят, на одном мониторе я с вами беседу, на втором я вижу, на третьем у меня графики, и вот у меня, видите, вот здесь, видите, и у меня еще несколько компьютеров, и там разные какие-то счета, разные, ну, я же, повторяю, я же, так сказать, аналитик, да, и меня просят помогать, я знаю, инвестировать, ну, я даю советы, правильно, делаю анализ и так далее, ну, и сам участвую в этом процессе, так вот, теоретически, а что мне надо, мне надо только, моя, вот это вот место, да, вот, сознание, разумеется, в этом, ну, и какое-то понимание того, что происходит, в этом варианте, если так оно и есть, действительно, так ведь я могу, не выходя из дому, получать то, что мне надо, зарплату свою, которую я себе устанавливаю, любую, какую я хочу, теоретически установить, да, и покупаю то, что я хочу, правильно, мне не надо для этого ходить в магазин, ну, вообще не надо, я давно уже, ну, продукты, понятно, да, ну, какие-то там одежды, да, надо мерить, вот, ну, а что мне еще надо, допустим, да, теоретически, я полагаю, так в любой стране, это возможно сегодня, вопрос другой, что люди привыкли к какому-то одному, вот они привыкли-то к определенному образом мышления, и хоть ты им кол на голове тиши, не надо так думать, все равно думают, ну, не надо чморить, нет, чморят, ну, не надо давать советы, и вас их не спрашивают, дают советы, не надо мир менять, в конце концов, нет, меняют мир, нет, я хочу поменять мир, ну, кто ты такой, чтобы поменять мир, ну, стань хотя бы Архимедом, который сказал, дайте мне, ну, хотя бы стань им, нет, он тебя назначает кем-то, без обид, товарищ Титанов, вот, мы знакомы, это, так сказать, не к тебе, относится Олег, вообще назначает себе, я Брэд Питт, я там, Джоли, там, ставить себе ник, аватару какую-то совершенно, дурацкую, читаешь, просто идти выдаешься, вот, меняя при этом свою судьбу, не понимая о том, что он делает вообще, то есть человек не понимает, что он творит, ведь я как астрономеролог могу доказать это, вот, меня все время пытаются назвать Михаилом, ну, я был, конечно, Михаилом, меня так нарекли, и отчество у меня, разумеется, было, но сегодня у нас нет отчества, нет у меня отчества, извините, но нету, и почему не пытаются Майкла Джордана или Майкла Джекса назвать Михаилом, Михаил Джексон, допустим, нет, пытаются, я говорю, мое имя Майкл, в конце концов, уже 29 лет, и каждый человек должен привести в соответствие свое имя, своей аватары, своей астропсихоматрице, ему легче будет жить тогда, он же не знает, что такое, но он, поскольку он так считает, он так думает, понимаете, он берет, назначает себя вот этим, и вносит полную всю мятицу, ну, хорошо попал, допустим, да, ну, вот хорошо попал, а если нет, можно же изменить судьбу, можно изменить, элементарно, любой человек может изменить судьбу, ну, вопрос только в том, что он не знает, как ее менять, он не знает, какие камушки, допустим, надо носить, тоже можно облегчить, вот мы вчера беседовали с Сергеем на эту тему, да, он не знает, допустим, да, он не знает, какой сегодня день, ну, вот кто знает, какой день сегодня, вторник, да, все мы знаем, верно, вторник, какой цвет вторника, да, как вы думаете, кто-нибудь об этом задумывался, ну, посмотрите на мою одежду, и тогда узнаете, какой цвет, какой цвет надо носить, хоть снаружи, хоть, извините, внутри, вот, какие энергии этого дня, что делать, что не делать, мы что-то знаем, трейдать или не трейдать, мы это знаем, Понятия не имею. Является ли такая деятельность полезная для общества, для земли? Какая деятельность? Трейдинг? Дочери рассказали, что в недвижимость складывать не стоит. А что делать, если я уже вложила три года назад? У меня большая ипотека за квартиру в Москве. Как вы думаете, стоит ли продавать? Полезной или не полезной для общества, давайте, с конца, Галина, да? Ну, это вы, простите, сами определяете. Смотрите, полезно или не полезно, допустим, ходить в казино и играть в казино? Ну, тут, наверное, однозначно не полезно, да? Опять же, вот была группа MIT students, студентов одного очень известного колледжа, которая была книга написана, это действительно была правда, и был 24, 21, точнее, 21, это очко, да, по-русски, blackjack. Вот, там умные ребята, математики, они считали карты, и они приходили в казино, и они выигрывали, их выгнали оттуда. Они не нарушали никаких законов, но это было против правил казино, казино должно выигрывать. А они умнее были, и они считали, всего лишь считали, они пользовались своими мозгами. То есть, смотря как подходить, в казино ходить не надо, потому что это гембл, это игра, ну, как к этому относиться? А если это ваш, если вы умнее, если вы пришли, куда вы это сделали? Ну, заработали тысячу долларов, 500 долларов, возьмите, отдайте, допустим, на благотворительность, ну, возьмите, отдайте, да? Но ведь если вы приходите и зарабатываете деньги, и все берете себе и полагаете на случай, то это называется гембл. Это азартная игра, она не полезна. Шахмата игра полезна или нет для общества, для этого? Ну, она игра, да, но это очень тяжелая работа. Я занимался шахматами, да, и участвовал в первенствах каких-то там. Это очень тяжелая работа. Вы должны быть впереди своего оппонента, вы должны разбираться в этой игре, вы должны шахматную комбинацию делать, но ведь от этого могут деньги приходить, вы читаете «Ход белой королевы», я когда-то читал в глубоком действии, Котова, вот, Хасера Олька Пабланка, Алеохин, да, очень интересно, вот, во-первых, написано очень хорошо. Ну вот, поэтому, там же тоже на деньги можно играть, но разве кто-то об этом думал? Нет, никогда. Это интеллектуальная игра, в преферанс, допустим, она очень интеллектуальная игра, но не на поцелуи, не на фантики, что там играет, там тоже на деньги играет. Но мне нравилась эта игра, я в нее очень неплохо играл в свое время, потому что это было, это было, скажем, интеллект можно было проявить, вот мне вот это было интересно. А стак-маркет – это альтернативная профессия, которую можно получать. Вопрос, для чего? Ну, а если вы в безвыходном положении, что вы пойдете воровать? Вы же не пойдете воровать, верно? Ну, нет денег, с голоду будете умирать? Ну, до сих пор еще с голоду никто не умер, правильно? Я все время говорю, отдавайте, отдавайте, учитесь, вы отдаете свое время, вы отдаете стоимость этого обучения, учитесь, вы же получите. Отдавая мы получаем, поэтому, с моей точки зрения, учиться надо, а вы для себя определите, это вам интересно или неинтересно, что такое полезно. Это каждый определяет сам. Моя задача, ну, обучить, кто хочет, и делать это честно. Вот я это делаю честно, но я не знаю, есть люди, которых, ну, это не их просто, ну, по предназначению. Но есть, понимаете, есть творчество, есть оперство. Вот. Есть человек, который играет в ресторане и получает деньги за это. А есть человек, который занимается творчеством, он пишет произведения. Вот. Ну, и так далее. Что же это? Прописные истины. Вот. Если говорить о том, что реал-эстейт, да, я говорил, что не надо вкладывать. Ну, смотрите, все очень просто. Банально просто, но очень тяжело, с одной стороны, с другой стороны. А именно, ну, люди умирают, верно? А если их будет больше умирать? А мы же сами это делаем. А понастроили этих домов, которые с деньгами строятся на земле, вы представляете, на земле, которая не принадлежит никому. Это последствия Кали-юги. Нельзя продавать две вещи. Нельзя продавать землю, а она продается. Нельзя продавать воду, а она продается. Когда мы пили из-под крана, что у нас только вода стала уже плохая, что пить из-под крана нельзя. Но до сих пор же есть люди, которые пьют из-под крана. Мы что, когда-то воду покупали в магазине? Что, смеетесь? Воду в магазине когда покупали? А как люди жили и не умирали? А сейчас все должны умереть, по идее. Если они попьют воды из-под крана, он сразу помрет. Понимаете? Как капля никотина, которая никогда не убивала лошадь. Кто такую чушь сказал? Нет, капля никотина убивает лошадь. Мы исследовали Марти Ларни. Как это было? Я уже давно читал. 13-й позвонок, да. Когда было написано? 70-е, там, 71-е. Я не помню, когда это было. Сдали воду школы на анализы. И потом пришел ответ из лаборатории. Мы исследовали мочу вашей лошади. Она больна диабетом. Это у Марти Ларни написано. Четвертый позвонок. Понимаете? Ничего подобного, ничего не было такого. Это было то, что вот сейчас происходит. И вот люди умирают. Кто там будет жить в этих домах, расскажите? Ну, кто? Да никто не будет, естественно. Значит, проектируемый, предположительно того, что будет пустовать, 25-30%. Сказать вам, продавайте сейчас вашу вот эту вот квартиру, я не могу так сказать. Но будет тяжело. Я бы не покупал сегодня инвесмент в виде недвижимости. Вот я бы не рекомендовал. То есть, конечно, есть варианты. Как я рассказал, знаете, какой хороший вариант? Вот если среди вас, друзья, есть инвесторы или есть друзья-инвесторы, я предлагаю совершенно классный вариант недвижимости. Знаете, какой недвижимость в виде ретрит? Что такое ретрит? Ретрит – это когда мы встречаемся с преподавателем воочию. Вот мы сейчас ведем, скажем, вот дважды у нас на канале было в прошлом году. Делали мы два... Я организовал, не выезжая из Чикаго, заметьте. Два ретрита. Один в Москве, Елена Смирнова, которая была. Второй в Краснодаре. Ольга Викторовна. Ну, где-то надо людям жить, верно? Так вот, надо купить землю. Ну, сегодня так, что делать? На ней построить какое-то здание-сооружение, да? Какой-то комплекс, состоящий там из нескольких комнат. Правильно? И там... Или он же готовый есть. Вот. Его купить. И вот тогда это будет инвесментом. Потому что люди приезжают, они... Но они приезжают не потому что... Что происходит сегодня? Для чего строятся эти дома? Для чего они продаются, приватизируются? Понимаете? Я уезжая, мои родители уезжая, была... По тем временам была в Минске. Очень серьезная квартира. Я не помню вообще, если честно, сколько она там метров квадратных составляла. Но там было три комнаты. Довольно серьезно. Хоть и в микрорайоне, но она, наверное, стоила тогда, когда мы уезжали. Не дали. Не дали продать. Их надо было приватизировать. Вначале надо было заплатить. Но как бы мы имели на это право. Потом стали продавать вплошь на рядом. Буквально через год. Нет, мы просто отдали, чтобы не заниматься этим делом. И все, просто отдали. Дай Бог, кому-то она досталась, и слава Богу. Так вот, сегодня это все происходит только для бизнеса. Сегодня все на этом зарабатывают деньги. Это не самый лучший вариант. Значит, все происходит в нескольких волнах. Первая волна вниз, она была уже. Потом была волна вторая вверх. В 2007 году все полетело вниз. В 2007, по-моему, 2007, я не помню. Короче говоря, у меня лично за плечами две академии. Одна из них очень серьезная академия, американская академия. Реал-эстейт, для недвижимости. Я уже говорил об этом. Я сдавал экзамены, очень серьезные. Порядка, не знаю, 300-4 вопросов. На это давалось 3 часа времени. Надо было заплатить 100 долларов за это все дело. Ну, так как тут все бизнес, понимаете. И после чего, ну, если ты сдаешь, ты, вот, первая стадия. Короче говоря, ты получаешь лайсенс, лицензию. И тут очень строгие законы. Сегодня, я знаю, в России уже, да, стали соблюдать такие вещи. Когда-то, на тот момент. У нас это за это посадят. Если, не дай бог, ты не имеешь лицензию, но кому-то покажешь квартиру, показывать нельзя. Не то, чтобы продавать. То есть, все должно быть совершенно официально, через агентство. Там все. Строгие законы. И этому учатся. Но я побеседовал с российскими там брокерами, с некоторыми. Полная безграмотность, извините. То есть, этому еще надо много лет учиться. Но сама себя, к сожалению, попали, пошли не в то направление. Сама себя и жила. Ну, где-то, конечно, будет покупаться, продаваться. Все, разумеется. Но это не тот вариант, куда надо инвестировать. Еще раз, по моему разумению. Поскольку мы находимся в очень глубокой, сами знаете, где? Яме, будем говорить. Вот, мы находимся, которая будет продолжаться очень долго. Не годы, десятилетия. Вот так. Поэтому, хотите попробовать на себе испытать, испытайте. Я смогу повысить, освоить трейдинг, мои данные, 27-го, но до 2-го, 60-го, да? Ну, давайте быстренько, потому что, в общем-то, это не тема сегодняшнего эфира. Ну, вы, да. Вы, да. И очень даже серьезная. Очень даже серьезная. У вас есть для этого Алла, да? Алла. У вас есть для этого абсолютно все. Голова, дом советов. Интуиция. Запросто. У вас есть одна проблема. У вас нет связи с родителями. Вам надо этот вопрос решать. Это родовая карма. Но, если мы говорим только о трейдинге, почему это будет просто мешать, да? А если мы говорим чисто о трейдинге, то да, без вопросов, без сомнения, надо. Я бы рекомендовал. Инвестировать, как я уже сказал, в серебро можно. Золото. Понимаете, есть такая вещь, которую я соблюдаю. Это законы, которые не на земле созданы. Вот этому я обучаю и как психолог, и как человек, который 24 года на бирже, я в этом разбираюсь. Ну, иначе бы мне, так скажем, не доверяли какие-то там деньги в менеджмент. Хотя я это очень и очень не люблю, но тем не менее бывает. Почему? Потому что, ну, ты хороший, когда у всех все хорошо. А когда... А я же не знаю. Вы думаете, они только следуют, вот эти вот люди, которые подписные, только следуют тому, что я говорю. Не, они еще направо-налево, у них там еще другие там советчики есть. Еще 100 советчиков-роботов у них, сколько угодно есть. Непонятно, какие брокеры у них есть, какие у них в голове, какие мысли. Они там покупают, продают там. Они не входят, когда я говорю, потому что они опасаются чего-то такого. То есть они просто не следуют. Ну, какая тут может быть эффективность? Да никакой. Это надо иметь полное доверие, которое сегодня нет у человека. А доверие к кому? Кому, я говорю. Доверие к учителю. Какой, если вы берете на себя миссию учиться, тогда вы должны довериться своему учителю, делать то, что вам говорит учитель. И так было всегда. А если вы не доверяете, и у вас его нету, ну, так это минус вам, к сожалению. Этот учитель может быть физическим лицом, этот учитель может быть Господь Бог. Медитации… Нету медитации. Все эти медитации загружаемся, погружаемся, там, лучи – это все медитации вот этого уровня, вот этого ума. Ну, еще, дай Бог, сознания. Это не медитации на духовную личность. Есть традиции определенные. Вот если вы следуете традициям, так вы будете это и так чувствовать, понимаете. Но это имена Господа Бога вашего, той конфессии, в которой вы находите. То ли это Иисус Христос, то ли это Магомед, то ли это… Ну, сами понимаете, да. То ли это Кришна и так далее. Есть люди, которые читают мантры, Маха-мантры читают, и с помощью этого они приобретают ситхи. Они приобретают ситхи – это мистическое совершенство, которое позволяет им получать желаемое. Ну, только и всего. Но учитель всегда нужен. Конкретно она должна быть, понимаете. А существуют циклы астрологические, где, может быть, все у вас здорово и замечательно, но где вы не можете получить это? К примеру, у меня был период Раху – 18 лет. 18 лет. Что я не делал, как бы я не хотел, что бы я… Нет. Меня магнитом тянуло куда-то в путешествие. В течение одного года… Представьте, из Америки довольно далеко попасть в Индию. Это из России гораздо ближе было. Но бывали случаи, когда я два раза в году там бывал. Два раза в году. Это очень недешево было. Но меня как магнитом тянуло. Это был период, но не деньги. Деньги я не мог получать. Период Раху. Потом и сменился периодом Юпитера. Это уже совсем другие вещи. Поэтому эти вещи надо тоже понимать, тоже надо знать. Криптовалюте. Жаль, что светлое будущее в ближайшее время нам не светит. Ирина. Ну, почему не светит? Светит. Светлый переход. У нас есть такой курс, называется «Светлый переход». В другое состояние. На то свет перейдем. Там нас распределят, куда мы попадем. Это будет очень светлый переход. Поэтому, почему не светлый? Это все в зависимости от того, как мы видим. Это все светлое или темное. Кто видит темное, тот и видит темное. Криптовалюта. Криптовалюта… Ну, что говорить? Криптовалюта временно идет вверх. Во-первых, она может выжить, но она не будет той криптовалютой, которая на сегодня есть. То есть, ее, возможно, вообще не будет, только будет преобразована во что-то другое. Дальше. Нефть. С нефтью происходят странные какие-то вещи. С нефтью происходят… Я могу показать графики, друзья, но я делаю обзоры в другое. Я делаю обзоры там, где это принадлежат, эти графики. У меня есть так называемая биржевая академия трейдинга. В этой биржевой академии трейдинга есть конкретные вещи и конкретные графики. Скажем, евро, да, фунт британский, доллар, рубль, допустим, есть, правильно? Шекель есть даже. То есть, любая, в принципе, валюта, это называется форекс. Это пара, соотношение пары, соотношение валют между собой, это называется форекс. Вот. Здесь целая система должна быть. Боже упаси, какой-то… Кто назвал это лохотроном? Это точно такой же рынок ценных бумаг это называется. Рынок ценных бумаг по-русски, да. Форен экченж это называется. И здесь есть графики. И графики, оно, конечно, может идти вверх-вниз, за этим надо следить. Но те люди, которые это делают, они могут это очень успешно притворять. Это не значит, что все время вы будете, скажем, там выиграть, побеждать. Но бывают моменты, когда вы можете получить за один сигнал, допустим, да, получить, ну, чуть ли не, ну, я не говорю даже про месячную оплату вот этого всего сервиса, а даже годовую. Но желательно, сигналы, а не сигналы есть, но желательно все-таки брать ответственность за себя самому. То есть все держать в своих руках. Пользоваться советами, да, высшестоящих своих товарищей, ну, тех, которые знают лучше, или учителей. Поэтому это просто как вариант. Так вот, там есть на... У меня есть два канала англоязычный и русскоязычный канал. На русскоязычном канале это Dell Tick Trading Academy. Ну, менеджер вам напишет, я думаю, что он слушает. Это, дай бог, вот Сергей Андреевич Решетников его зовут. Вот, ну, могу, ну, он сам напишет, короче говоря. Или вы напишите e-mail, вот, тут какая-то технические какие-то проблемы произошли, не знаю, вот его нет тут у нас, иначе бы он брал у меня интервью, а так мне приходится самому. Вот, интересная вещь. Вот я график смотрю, так. Я не знаю, будет виден или нет, просто для интереса. Давайте я вам покажу, да, чтобы вы понимали, о чём идёт речь. Вот, видите, ну, плохо тут, наверное, всё это дело видно. Отсвечивает, к тому же, да, отсвечивает экран, на котором я показываю. Ну, вот, допустим, я сейчас делаю экран здесь. Здесь, вот. А, вообще ничего не видно. Нет, видно. Видите? И вот тут стоят стрелочки, видите, и зоны стоят, да. Вот, видите, вот сейчас красное здесь. Вот здесь, да, вот это вот красное. Да? Вот оно дошло до зоны, которую я определил ещё, скажем, вчера. Так, это нефть. И она идёт сейчас вниз. Так вот, я когда сказал, подождите, сейчас я сделаю транзакцию. Вот я вижу на этой зоне выход нефти. Я могу её показать здесь, но это не будет интересно тем, кто вообще не в теме. Правильно? То есть, смотрите, что происходит. Сейчас вкладываемся в нефть. Что такое вкладываемся в нефть? Это не значит, что мы идём с ведром и покупаем ведро нефти, допустим. Правильно? Ну, конечно, можно канистру купить, чтобы потом залить её бензин. Но, вы понимаете, я вижу вот это всё, и я знаю, когда цена упадёт. Вот в чём дело. На заправку. То есть, к примеру, у вас полбака бензина. Ну, можно заправиться сегодня, а можно заправиться, ну, ещё поездить, к примеру. Не обязательно сегодня заправляться. Ну, вот я, ну, как это же, ну, в цивилизованном обществе, мире, если цена падает, я просто помню Макаревича высказывание по этому поводу. Вот. Если цена на нефть падает, то цена бензина тоже должна упасть, верно ведь? Ну, как по-другому, может быть. Бензин всё делается не из воды. Вот. Поэтому, ну, во всём случае у нас. Поэтому, что делаю я? Я вижу, когда оно идёт вверх, когда оно идёт вниз. Вот сегодня я взял и продал, вот там, где я продал. Значит, вот смотрите. 25.32, а я продал на 25.55. Значит, одна, значит, 25 доллара – это цена за один баррель, да? Это называется фьючерс. Ну, неважно. Это не имеет значения. Инструмент, да? Цена... Стоит 25.65, так? Одна десятая – это 10 долларов. Значит, две... То есть, одна сотая – 10. Одна десятая – это 100 долларов. Значит, 22.65... 25.65 минус 25.32. Вот сейчас он был ниже даже. 25.25, да? Ну, допустим, да? Это 33 сотых. Знаете, сколько это в деньгах? 330 долларов. 330 долларов. В течение, ну, минут это всё произошло. Так? А у меня всё это разлиновано, расчерчено. Расскажите, это хорошо или плохо? Приносит ли это пользу вам? А вы кому приносите, простите, пользу, если вы идёте на работу? Ну, кому? Знаете, кому вы приносите пользу? Вы приносите пользу своему работодателю. Вы приносите пользу себе, если вы приходите на работу? Нет. Не приносите. А знаете, почему? А потому что любые отношения между работодателем и работником должны строиться на условии, знаете, каком? Оба должны получать счастье от того, что они делают. Ну, такой закон был и ранее. Мы получаем счастье от того, что мы ходим на работу. Мы получаем счастье от того, что мы получаем зарплату. Да? Зарплату как мы получаем? Есть формула простая. 10% получает работник. 90% получает от его работы, получает работодатель. Employer по-английски. 90%. Так рассказите, кому вы приносите пользу? Обществу вы приносите пользу? Иллюзия. Вы приносите пользу бизнесу. Вот кому вы приносите пользу? Вот и всё. Но мы должны... Было время на земле, физическое общество, когда мы приносили пользу. Ну, люди, которые жили в этом обществе, они действительно приносили пользу. Сегодня нет. Люди не ездили на работу за 100 километров. Я сам работал. Зимой в трафике, проезжая через даунтаун, другой дороги не было. Это кошмар зимой. Особенно, когда снег, это не успевает машины прочистить. И это трафик, потому что все едут из даунтауна. Через даунтаун надо проехать. Мне с юга на север мне надо ехать было. Ну, бывало 2,5 часа в трафике. Ты стоишь. Ну, те, кто в Москве, наверное, знают. Это тоже притча в аязице. А раньше, знаете, где люди работали? Возле своего дома. Знаете, почему? Что они делали? Они выращивали фрукты, овощи. И у них покупали фрукты, овощи. То есть каждый занимался своим делом, короче говоря. Ну, вот раньше это было. Поэтому, пожалуйста, зарабатывайте, получайте. Вот это то, что своей головой получаете. И все. Так что плохого-то? Я не вижу плохого здесь ничего. Если только понимать. Для меня это шахматная комбинация. Не для меня лично. Это шахматная комбинация. Во всяком случае, мои студенты, ну, я не знаю всех. Но мне вчера написала моя студентка. Она говорит, как вы думаете, Майкл, Ольга? Знаете, она в Сибири живет. Я не знаю, как часто. Было где-то года три назад. Мы с ней давно уже не общались. Вчера она написала, я ей ответил. Она мне задала вопрос, что будет, будет ли закрываться вот эти биржи и так далее. Я говорю, ну, пока нет и пользуюсь этим. А она работала в магазине. В небольшом магазине на себя она работала. В небольшом магазинчике. Ну, в принципе, это позволяло жить. Но очень так. Просто позволяло жить. Не то, что там какие-то там накопления. И ей было интересно. И вот на удивление, это редкое явление, когда женщин по сравнению с мужчинами очень немного. Но зато они очень и очень, если они уже увлекаются, вовлекаются в это дело, они действительно могут получить значительно больше. У них есть такое понятие, как интуиция. У мужика у него гэмбл, понимаете, азарт. Гормоны. Увидел, победил. Захватил и победил. Женщины не так. И поэтому она действительно из всей группы, которую вот тогда я вел, она действительно... Я не спросил, это было уже поздновато. Ну, я ей ответил. Она говорит, да, правильно, я так думала. И очень красивые слова, хорошие слова в мой адрес. Я не буду засчитывать это. Вот. Она написала. Она очень благодарна. И так далее. Вот. Так что... Так. Все, да? С этим на вопросы вроде бы ответил. Если нет, пишите. Ну, нику Титанов я, наверное, пока не ответил. Я тут много читать. А может, что-то ответил, не знаю. Хорошо. Так вот. То есть, на разницу в цену, в цене мы можем получать. Что у нас еще? Куда можно инвестировать? Ну, с Ариал Эстетом мы разобрались. Это не самый лучший вариант. Смотрите, очень легко сегодня. Очень хороший инвестмент. Но для этого надо учиться. Есть люди, которые занимаются не своим делом. Правильно? Ну, вот сегодня в условиях изоляции. Мы сегодня сидим все в изоляции. Сегодня в условиях изоляции было бы неплохо, как я понимаю. Занято обучением кого-то. То есть, сегодня востребованы преподаватели, потому что идет онлайн обучение и консультанты. А приобрести специальность можно довольно легко сегодня. Ну, для этого надо знать, на что ты способен или способна. В общем, вещи очень многие можно изменить. Возраст не имеет значения, поскольку вы общаетесь в виртуальном пространстве. И на вас никто не видит, и никто на вас не смотрит. Если вы не хотите, уж как-то показывайте. Вот человек написал, ну, просто откуда вытащено. Это наша вот специалист. Недавно она появилась. Ну, очень глубокий анализ. Она выступала на этом канале дважды. Зовут ее Виолетта. Ну, я планирую с ней сделать на главном канале. Уже она была, кстати, в режиме инкогнито. Ну, только можно, так сказать, порадоваться о том, что есть такой человек, который может дать очень серьезное понимание того, кто мы есть. Ну, вот. Поэтому любой человек, в принципе, может быть консультантом. Развитие способностей могут быть до беспредела. Этому надо, безусловно, учиться. Надо соблюдать определенные правила. И есть определенные вещи, кем можно стать. Ну, к примеру, у меня есть мой курс. Я, вы видите, я вообще никого не рекламирую. Я просто рассказываю о том, что есть. Вот есть курс мой. Называется «Нумерология души». Я ее так назвал. Если можно туда продвинуться, это был первый уровень. Ну, я со скрипом согласился на этот курс. Хотя спрос был. 28 человек в нем приняли участие. 25 было. 24 человека было, которые были уже в рамках курса. Они непосредственно участвовали. И потом еще человек, по-моему, 6 подписалось после того, как курс закончился. Они просто купили этот курс. Ну, моя консультация, естественно, обеспечена. У меня нет с этим проблем. То есть я на вопросы все отвечаю. Вот. А что это такое? А ведь сделать такой анализ и дать возможность человеку понять, кто мы есть, кто он есть, как он за этим воспользует этот вопрос другой. Вот, пожалуйста, становитесь консультантом. Научиться можно достаточно просто. Не обязательно идти на курс, кстати. На мой в том числе, да. Берите книги и учитесь. Ну, и тренируйтесь. Вот. Линии по руке читать тоже, наверное, многие могут. Есть курс. Вот у меня, у нас есть возможность такая. Сегодня у нас появился специалист. Ну, он сам по себе. Но, в принципе, на нашем, в нашей структуре университета есть курс. И годовой, и облегченный курс. Курс потрясающий. Ну, вот, пожалуйста, во-первых, читай свою судьбу. А это судьба, да. Вот. А это судьба. Вот. Я могу показать. Вот у меня здесь не видно, да. Но вот у меня здесь, это называется болезнь Дюпи и Трена. Вот здесь вот на мизинце, да, у меня есть несколько шрамов. То есть, знаете, да, вот такой вот палец бывает, да, у человека. Палец, мизинец. Он вот так вот согнутый. Вот я приехал в Америку вот с таким пальцем. Откуда, чего, непонятно. Никто ничего не знает. Никто. Гипотез много. Почему? Оно не причиняет никаких неудобств. Оно ничего не болит. Просто перчатку трудно одевать. Ну, в Союзе я носил. Это я здесь не ношу. Но неудобно, короче говоря. Ну, вот. И мизинец, да, казалось бы. Ну, есть и есть, да. А что потом выясняется? Я прихожу к специалисту. Ну, к тому же Сергею Серебрякову. И он мне, значит, говорит. Майкл, у тебя, собственно говоря, плохая луна? Скажите, а как я она знаю? Как я об этом знаю? Хорошая, плохая. Вот. И что делать надо? Ну, вот камушек, да? Камушек. Есть лунный камень. Есть определенный камень, который надо носить. Он облегчает луну. Луна плохая. В каком смысле плохая луна? Она... Мост постоянно работает. Луна – это же наши мысли, наши эмоции. Понимаете? Вот это все. То есть эти вещи надо разбираться. И оно просто отводит, скажем, да, лунный камень, да? Или шапочку из... Не эту шапочку, а шапочку с жемчугом, допустим, так? Оно просто снимает вот это напряжение. Потому что мозг пашет 24 часа, 7 дней в неделю. Не останавливаясь даже во сне. Ну вот. Так вот, луна. А где луна? Поврезентная луна она называется. Мизинец. Вот, пожалуйста, вот у меня мизинец. Не просто так. Сатурн. Вот мы вчера говорили Сатурн. Сатурн. Самая главная планета, считается, в Индии. Да? Эти вещи. Становитесь консультантом. Изучайте это. Почему нет? Вот. Это выбор профессии. Я не говорю про трейдинг, куда мы. Это инвесмент. Самый лучший инвесмент – это инвесмент самого себя. Вот. Инвесмент – не быть негативным для начала. Смотрите. Что мы делаем, да? Вот. У нас есть почва. Правильно? На эту почву мы садим что-то такое там. И оно растет. Верно? Все на даче, сады, огороды. Ну, все же понимают о том, что надо, так сказать, подготовить почву. Спахать. Верно? Обработать все, да? Все же это понимают. Вы же не просто так. Пришли и начали туда садить морковку. Корешками вверх. Прича такая была. Что я рассказывал когда-то. То есть мы должны у себя убрать, подготовить почву своего ума. Мы должны убрать у себя, первое, весь негатив. Мы должны убрать то, что нам мешает. Выполоть сорняки у себя в башке, извините. Чтобы туда накапливать. Я в свое время столько туда попытался вложить. Вы не видите. Камера стоит на меня. А если бы я ее развернул, так вы бы увидели, что там происходит. Там стоят стеллажи. Где в Америке у американцев есть книги, как у нас были стеллажи книг. Огромное количество. У меня было две тысячи томов фантастики. Представляете? Две тысячи. Я с собой привез столько книг. Столько денег убухал на эти самые пересылки. Думаете, кто-то читает? Включая меня самого. Ну, конечно, нет. Цикл, эпоха прошла. Ну, кто это знал тогда? Короче говоря, а сейчас там стоят книги, хоть на русском, вот я смотрю, на английском языке, и хиромантия, и нумерология, и торология. И чего тут только нет. И вот в какой-то момент мне, ну, я научился воспринимать информацию. Понимаете, как, опять же, как уже говорил, для этого мне, ну, пришлось поехать в Индию и там научиться чему-то. Но для этого не обязательно. Сегодня не обязательно ехать в Индию. Вот, как сказал Валерий Николенко, да, курс. То есть, что он делает, Валерий Николенко? Он приводит человека в соответствии с его предназначением, в соответствии с его природой, и природой, которая внутри него и внутри нас. Понимаете? Это потрясающая вещь. Это защита от того зомбирования, в котором мы сегодня все находимся. Понимаете? И это же очень и очень серьёзная вещь. Это очень и очень важный момент. И мы обязаны это всё делать. Иначе нам будет не сладко, вот, иными словами. Так поэтому я бы, так сказать, предложил пытаться вот это всё нарабатывать. Пытаться это всё делать для того, чтобы себе жизнь облегчить только и всего. Понимаете? Ну вот, вот, к примеру, так. Дорогие друзья, вопросы, если есть, то давайте. Если нет, то я смотрю, полтора часа мы с вами провели. Вопрос, как попасть к вам, ученики, по трейдингу? С чего начинать новичку? Или прежде восстановить связь с родителями? Как можно параллельно? Или можно? Конечно, можно параллельно, и нужно параллельно. Смотрите, я вам приведу просто простой элементарный, простой пример. Например, человек заболел, так, и у него, скажем, воспаление, да, где-то там. Ну, решает воспаление с помощью чего? Первое, есть причина. Второе, есть воспалительный очаг сегодня. Значит, можно решать его постепенно. Но когда человеку становится хорошо, то он забывает о том, что у него было так плохо. Поэтому все делается параллельно. То есть, ну вот, допустим, восстанавливать с помощью трав свою дошу, допустим, дошу, аюрведа, дошу. Это ваша конституция, допустим, вата, пита, кафа. Но, опять же, я превосходу всегда пример. Например, что ты мне рассказываешь, что мне надо есть и уменьшать, если у меня запор? Дай мне таблетку. Значит, даю таблетку от запора. Человек получил сразу облегчение. Вот, ему сразу стало легко, и он забыл про это. Но если он не забыл, тогда он возвращается и говорит, вот теперь ты мне это самое рассказывай. Поэтому, как вы хотите. Видите, я, во всяком случае, считаю мой, скажем, курс, я ее называю «школа жизни». Мы не только говорим о трейдинге, мы говорим, ну, послушайте, я как бы специалист сам. Я просто не хочу им быть, поэтому я отказался, вот то, что я говорю от этих них, быть специалистом. Хотя я об этом как бы разбираюсь, да. Но тогда я лично, тогда я был специалистом. Их очень много. А людей, которые соединяют все вот это, вот мало. Вы понимаете, какая вещь странная для меня, да? Вот я вижу вас, я вижу, простите, я вижу ваши вопросы. Хотя вы их можете не задавать. Поэтому очень часто бывает, я задаю вопрос, вот вы сняли Майкл с языка. Второе, я, ну, сам беру, скажем, интервью и беседую с человеком. Третье, я на стороне того человека, с кем я беседую, поскольку я знаю этот предмет, тем не менее. И четвертое, я ищу Майкл, который со стороны за всем этим наблюдает. Вот, то есть, есть такое понятие «экспансия». Вот я могу себя экспансировать в разных направлениях. Поэтому, общаясь с человеком, я знаю, кто он есть, я знаю, какие у него возможности, какие у него способности. И это мы применяем. Конечно, я приглашаю специалистов, которые помогают в том числе. Но, в общем-то, это довольно просто. Есть здесь канал, на котором находятся 3057 мемберс. Называется «Daltic Trading Information». Менеджер канала Сергей Решетников. Вы можете написать туда, если вы хотите. Можете написать на любой. Если надо со мной лично побеседовать, напишите имейл, и я вам дам свой персональный WhatsApp, Viber и так далее. Связь с родителем восстановить надо было бы. Тоже напишите, поскольку есть люди, которые это, в принципе, делают. Это подготовка, скажем, почву, куда надо садить вот эти вот всходы. На сегодняшний день у меня есть частные ученики, правят, один на один, будем так говорить. Но есть и люди, которые могут... Ну, это не дешево, будем так говорить, образование. Хотя это значительно меньше, чем в Соединенных Штатах оно действительно есть. Все же очень просто. Последнее, что я хочу сказать. Смотрите, нам в головах создали полную иллюзию, что нам надо. На самом деле нам этого, в принципе, не надо. Смотрите, что происходит. Я думаю, вы с этим согласитесь. У нас есть система образования, правильно? У нас есть школы, у нас есть высшее учебное заведение. Ну, там про академию я не говорю и так далее. Для чего надо высшее учебное заведение? Ну, не то, которое было в Советском Союзе, где нам платили стипендию и так далее. Нет. Здесь тоже платят, кстати. По-другому называют, scholarship, но, в принципе, та же стипендия. Но только изначально это стоит довольно дорого. Так вот, среднее образование в Соединенных Штатах стоит 200-250 тысяч долларов. Поэтому здесь это полная иллюзия, как тут живут и все здорово и замечательно. Глупости полнейшие. Здесь очень и очень тяжело. Очень тяжело. Здесь просто уважают и относятся с почтением к пенсионерам. Это да. К людям, которые ни разу не работали, это да. Мои родители приехали сюда, они никогда не работали. А им предоставили субсидированную квартиру, так называется. Им начали давать деньги на питание. Кто их сдавал? Вот себе представить, я сейчас приеду в Россию, мне сейчас дадут вот это самое. Они приехали в возрасте, которым я сегодня старше, чем тогда, когда мы приехали. Они были, понимаете? За деньги, которые им дают, и они оплачивают это, они же не работают. То есть они, по сути, получают пенсию, которую вообще никогда не было. Вот расскажите, как это может быть такое? Значит, надо благодарить страну. Ну, надо благодарить страну. Почему ее надо ненавидеть, объясните. Потому что только за то, что в ней что-то есть такое, чего нет у нас, в другой стране. Ну, это же глупо. Ну. И завидовать тому? Нет. Нет, надо себе создавать предпосылки. Поверьте, есть. Я вам точно говорю, есть. Точно. Зуб даю. Серьезно. Свой причем. Зуб. Вот. Мы приходим на обучение. Мы даем себе, собственно говоря, задание о том, что мы будем слушать человека. И мы добьемся. То есть это своего рода медитация. Я только не закончил с тем, как человек приходит обучаться. 200-250 тысяч. И вот он приходит с детства. Родители собирают деньги ему на обучение. Он только родился, а ему уже деньги откладываются. Вот. На обучение. Почему? 250 тысяч умножить на 2 – это 500. А если мы идем Стэнтон или там Гарвард и выбираем специальности врача или там адвоката, то это увеличивается средняя стоимость 75-80-90 тысяч в год умножить на 4. А то и 5 лет. На врача надо учиться больше. Короче говоря, совершенно дикие деньги какие-то. И где-то надо взять в семье, и на это надо пахать. Дальше. Человек хорошо. Ему, родители, ему, студенту. Родители обеспечили. Он учится. Проучился. Что он делает? Он идет на работу. Для чего он идет на работу? Чтобы зарабатывать деньги. Правильно? Ну, что он на работе делал? Деньги зарабатывает? Для того, чтобы прийти на работу, ему надо проучиться. Чтобы зарабатывать деньги. А если мы скипнем или уберем вот это промежуточное звено, как нам все внушили, идти в калыч. А почему мы не можем научиться, не идя в калыч? Объясните. Ну, почему? Если нам надо зарабатывать деньги, так неужели нам надо только прийти в калыч, чтобы учиться? И зарабатывать. Ну, хорошо. А почему мы не можем научиться ремеслу, куда мы идем, в другом месте? Ну, нанимаем тютера, учителя частного, и занимаемся с ним одним предметом, то есть специальности, которые мы хотим получить. Но у нас же сотни предметов, которые нам сто лет не нужны в калыче. А почему? Ну, надо же оправдать те самые 200-250 тысяч, которые с нас берут, вот эти вот руководители этих калычей, университетов. Надо оправдать? Надо. Надо же накормить эту армию педагогов, профессоров, понимаете. Надо? Надо. Ну, поэтому это стоит. Так берите один предмет. Я решил в свое время взять один предмет. Ну, как, я приехал довольно зрелым человеком сюда. Что, я пойду на работу? Я работал в агентстве по недвижимости, в Реал-Стейте я работал. Но мои там такие же работники, мы сидели, я не знал этого. Они мне показали, мне стало интересно. А я всегда, так сказать, должен быть впереди на лихом коне, как говорится. И я начал двигаться в этом направлении. Я решил, что я инвестирую в этот один предмет определенную сумму. Конечно, она зашкалила. Потом, как выяснилось, поскольку это учиться, это немерено. Каждый вечный студент. Но я выбрал себе предмет именно вот с этой, так сказать, стратегией, то, что вот я сейчас объяснил. Если я хочу зарабатывать, так зачем мне надо идти в калыч и тратить столько денег? Вот. Я стал учиться. Ну, и я освоил эту профессию, будем так говорить. Теперь я могу обучать. Собственно говоря, я по природе как бы обучатель. Ну, вот примерно так, дорогие друзья. Я рад вашему присутствию. Я надеюсь, что-то было полезно. Но мы будем встречаться, если будет на то ваше желание.